Много километров проходят специалисты Минприроды, патрулируя леса. И вот им в помощь новенькие УАЗы. Рад новому автомобилю. За время своей работы в лесном хозяйстве считаю, что УАЗ – это лучший автомобиль для патрулирования лесов. Что новое – это уже радость, потому что будет хорошо по лесу ездить, высокая проходимость. Будем патрулировать лес, выявлять нарушения. Рады новому автомобилю. Будем работать еще лучше. Стоять на посту, дежурить. Всем автомобилей замгубернатора Сергей Бодряков передал специалистам четырех межрайонных отделов управления лесного хозяйства Минприроды – Шолоховского, Верхнедонского, Романовского и Каменского. Это не первая партия машин для государственного лесного надзора. За последние пять лет куплено 30 авто на 30 миллионов рублей. Конечно, эта техника будет способствовать оперативности при проведении мероприятий по патрулированию, по пресечению нарушения природоохранного законодательства. В летний период, в том числе по соблюдению режима ограничения пребывания граждан в лесах, и хочу напомнить, что в летний период, пожароопасный сезон, нахождение граждан в лесах ограничивается Минприроды навыкино-правовыми актами. В зимний период они будут способствовать пресечению законных рубок молодых сосен, особенно в новогодний период. А еще новый автомобиль сможет больше работать без ремонта. В пожароопасный период инспекторы патрулируют леса по четырем сотням маршрутов. Общей протяженностью 37 километров. И автомобили повышенной проходимости во многих местах просто незаменимы. К концу года, кстати, в помощь лесникам планируется поступление четырех квадрокоптеров. Оксана Мельничук, Анна Туполева, Юрий Санкин, Первый Ростовский.